Всем привет! С вами Анастасия Яцкал и канал Еда на любой вкус. У моей дорогой мамочки день рождения. Я приготовлю небольшой торт и заодно покажу, как без специальных приспособлений и навыков можно его оформить в домашних условиях. Торжи у этого торта очень вкусные, влажные, очень ароматные. Дополняют их два вида крема. Для приготовления бисквита нам понадобятся яйца, сахар, растительное масло, йогурт, мука, орехи, разрезы для теста, соль и один апельсин, который я разделила на цедру и сок. Думаю, как это сделать вы знаете сами. Главное, не счищайте цедру вместе с белой частью. Подробное количество ингредиентов и что можно заменить, вы найдете внизу в описании под видео, также на сайте etanoluboyvkus.ru Взбиваем до мягкой пены яйца, постепенно добавляем сахар и взбиваем еще 5 минут. Затем ставим маленькую скорость, вливаем в яйца растительное масло, немного перемешаем. Затем добавляем йогурт, сок апельсина и в самом конце уже добавим цедру. Просеиваем муку вместе с разрыхлителем, добавляем соль. Перемешиваю уже с помощью обычного венчика. Теперь можно высыпать орехи и все тщательно, аккуратно смешать. Вот такой консистенции должно получиться тесто. Далее я беру форму диаметре 16 см, чтобы торт был высокий. Также можно использовать это количество ингредиентов на форму 20 см. Дно формы застелила пергаментной бумагой, аккуратно выкладываем наше тесто. Выпекаем наш корж при 180 градусах примерно 50-60 минут. Посмотрите, как он хорошо поднялся и насколько увеличился в объеме. Перед тем, как доставать наш корж, обязательно убедитесь, что он полностью пропекся. Деревянная палочка должна быть без следов теста. Даем бисквиту в форме остыть минут 10. Спустя 10 минут достаем корж из формы. Убираем пергаментную бумагу и оставляем корж полностью остывать при комнатной температуре. Для масляного крема на основе швейцарской меренги нам понадобится сахар, мягкое сливочное масло, белки от 3 яиц, немного лимонной кислоты, можно заменить соком лимона и ванильный сахар. По желанию используем пищевые красители. В кастрюлю с горячей водой помещаем чашку. Таким образом, чтобы вода не касалась дна этой чашки. Высыпаем сахар, добавляем белки. Запомните, что белки должны быть абсолютно без капли желтка. А чашка, в которой все это вы будете смешивать, должна быть чистой, без следов моющих средств. Теперь, помешивая на водяной бане, доводим эту всю смесь до полного растворения сахара и хорошо прогреваем белки. Главное смесь не перегреть, иначе у вас белки просто-напросто свернутся. Если у вас есть термометр, пользуйтесь им. Температура должна быть около 70 градусов. Таким образом, белки у нас прогреются, и мы убьем возможные бактерии в яйцах. Как проверить смесь? Нужно взять, макнуть палец и растереть белковую массу между пальцами. Если не чувствуется крупинок сахара, то вполне достаточно. Смесь довольно горячая. Аккуратно переливаю смесь в чашу для взбивания. В промежутки можно добавить уже ванильный сахар и лимонную кислоту. Теперь взбиваем миксером в течение 10-15 минут до стойких пиков. Вот что у нас получается в итоге. Если масса у вас до сих пор горячая, то дайте ей время остыть, потому как белки вместе со сливочным маслом должны быть одной температуры. Берем масло. Посмотрите, оно очень-очень мягкое. Буквально по чайной ложке теперь будем добавлять в белки. Сначала масса станет жидкой, а затем постепенно загустеет. Следующую порцию масла добавляйте только тогда, когда разойдется предыдущее. Крем необходимо убрать на 10 минут в холодильник, а затем его еще немного взобьем. Крем для оформления готов. Чтобы не оставлять желтки, я приготовлю еще один крем. Вы же по желанию можете выбрать один и увеличить его ингредиенты на два. Для заварного крема на желтках мне понадобится сахар, желтки, сливочное масло и молоко. Этот крем будет у меня для прослойки. Необходимы желтки растереть с сахаром до бела. Можно с помощью миксера. Я воспользуюсь венчиком. Масса побелела и увеличилась в объеме. Теперь доливаю теплое молоко. Хорошо размешаю. Ставлю смесь на плиту. На медленном нагреве, постоянно помешивая, довожу смесь до загустения. Ни в коем случае не кипятить. И обязательно постоянно помешивайте. Если вы не будете помешивать, то обязательно желтки прилипнут ко дну. Смесь у нас загустела. Мы ее выключаем. Смесь необходимо охладить. Для этого мы ставим чашку с холодной водой. И постоянно помешивая, доводим до комнатной температуры. Мягкое масло нужно взбить до однородной консистенции. Для лучшего соединения продуктов и масла, и желтки должны быть одной температуры. В несколько приемов добавляем желтковую массу и тщательно перемешиваем после каждого добавления. Наш второй крем готов. Остывший бисквит необходимо разделить на три части. Сначала делаю надсечки ножом. А затем аккуратно срезаю. Неровную верхушку я тоже отрезаю. Ее можно съесть отдельно. Посмотрите, какой ароматный, красивый бисквит у нас получается. Теперь заварной крем я окрашу в нежно-голубой цвет. Разделю крем на две части и промажу торт. Коржи очень влажные и в пропитке не нуждаются. По вкусу напоминают кекс. Собирать я буду сразу на блюдо. Выкладываю половину крема и распределяю ровно. Аккуратно помещаем второй корж. Сразу старайтесь устанавливать его ровно. Смазываем второй частью крема. Устанавливаем верхний корж. Сильно придавливать не нужно. Далее возьмем чуть больше половины масляного крема. Тоже окрашиваю в голубой цвет. Здесь уже можно обойтись без миксера. Если вам кажется, что крем жидкий, не пугайтесь, он застынет в холодильнике. Далее начинаем выравнивать торт, покрывая сверху кремом. Убираем крем и торт в холодильник, чтобы масло немного охладилось. А затем продолжим. Выравниваем торт. После охлаждения это делать удобнее. Можно использовать обычный нож. Украшаем оставленным масляным кремом. Сразу можно сделать надпись с темперированным шоколадом. Для лучшего эффекта можно пройтись дважды. Крем окрашиваю в бледно-розовый и красный цвета. Сверху все присыпаю бусинками. Вот такой у меня получился торт. Он достаточно легкий в приготовлении. А вот так он выглядит в разрезе. Очень вкусный и ароматный. Ну что ж, ставьте лайк, если понравился рецепт. Делитесь с друзьями. Также не забывайте подписываться. Впереди еще очень много интересного. Спасибо вам за добрый и позитивный комментарий. До скорой встречи. Пока!